всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл это самый необычный обзор из всех что у меня были вот сколько каналу пять лет или шесть лет уже это блокчейн смартфон скажу сразу забегая вперед я как обычный пользователь такой же как и вы расскажу насколько удобно им пользоваться какое качество фотографий как держит аккумулятор как он работает но конечно основная фишка телефона это крипто смартфон здесь есть холодный кошелек для хранения криптовалют здесь есть второй полет маленький экран на большим экраном выдвижной для операции но я не занимаюсь криптовалютой как и в принципе многие из моих зрителей как я понимаю поэтому грузить вас этим я не буду мне очень интересно и если честно я вам всем подписчики зрители очень благодарен что мне я это за этим смартфоном съездил сам и человек который мне дал его на обзор с возвратом он сказал что он один единственный и мне знаете как приятно что из техно блогеров выбрали меня чтобы я поделился с вами информации об этом смартфоне то есть что нравится что не нравится я рассказываю все как есть но основная фишка этого телефона если даже как ни странно прозвучат мои слова не пользоваться криптофункциями смартфона то это хорошая альтернатива просто уже ну не то что надоевшим а просто альтернатива тому же айфон или самсунгу или sony потому что ценники он на данный момент продается вам за 900 долларов это конечно не так и мало но и блин за эти деньги ребята вы даже топовый айфон не купите новый а здесь 845 дракон все-таки ну давайте по порядку я гуглил про этот телефон про эту фирму вся информация доступна на самом деле все очень интересно в 2017 году казахский миллиардер казахский олигарх совместно с израильским предпринимателем они запустили айсио проект и за первый час за первый час 16 миллионов баксов собрали ну я не слежу за такими проектами честно говоря но 16 лямов забрать за час на производство телефона а в дальнейшем еще должна быть защищенная крипто опять же для криптовалюты и не только именно защищенный еще и компьютер должен быть но пока я не ничего не знаю за сутки они собрали 95 лямов миллионов долларов если просто говорить и это конечно реально очень круто смартфон вышел в восемнадцатом году в конце обзор снимается в июне 2019 года и на тот момент 845 дракон был топовый я погуглил кстати и человек который все это создает казахский бизнесмен кенес ракишев он 79 года рождения как и и удивительно конечно вот у него двое детей у меня двое детей два сына просто удивительно реально но если кому интересно погуглить я все ссылки оставлю на собственно этот телефон на сайт на разработку и так далее обзоров на русском языке пока нет начнем с комплекта очень коротко я никогда не рассусоливай лишнего ничего не рассказываю скажу что в комплекте у нас есть большое количество бумажек есть переходники по ум на все существующие розетки в мире и быстрая зарядка и кабель юсб тайп си разумеется откладываем коробку в сторону отмечу единственная коробка она реально очень большая и респектабельная примут для такого телефона даже слишком она большая убираем стороны и и сам телефон телефон весит 209 грамм за счет материалов это металлическая монолитная конструкция ну монолитная может не совсем славоуместно потому что сверху как слайдер но и слайдером телефон назвать нельзя сверху выдвигается дополнительный экран по технологии полет с очень высоким качеством разрешения это для операции с криптовалютой телефон разумеется монолитный неразборный качество конечно сборки такие очередные вещи можно не говорить но она действительно очень высокая защитные стекла разумеется очень прочный металлический каркас и телефон красивый и вы видите сами он не напоминает никого единственное зачем-то они сюда поставили моно бровь почему-то вот тогда тренд такой был который сейчас уходит моно бровь здесь есть вырез но даже и придираться не хочется сам экран 6 дюймовый разумеется это full hd плюс разрешение высокая и конечно же пикселей никаких не видно технологии экрана лтпс лтпс это в принципе очень похоже на и ps но считается лучше и дороже я гуглил опять же я готовился интересно это не первый смартфон с лтпс матрицы которая тестирую но она действительно дороже там в 3-4 раза производстве у нее лучше время отклика как считается насколько я понимаю и тактильные ощущения вот от телефона он очень быстрый но учитывая что здесь еще 845 дракон то есть еще есть кстати и не забыли такую мелочь как индикатор пропущенных вызов здесь также он присутствует телефоне правда только один динамик я честно говоря думал что будет какой-то вообще там зверски какой-то комбайн мультимедийный но нет и динамик на необычном месте он расположен вот здесь сверху то есть если положить телефон то звук не перекрывается если взять телефон в руки вот так держать звук также не перекрывается сам динамик разумеется высокого качества то есть как я и говорил я оцениваю телефон как обычный пользователь а насколько удобно неудобно им пользоваться сканер отпечатка с вот в этой нижней панели под камерой камеры здесь кстати две одна фронтальная одна основная о них сейчас я вам подробно расскажу сканер срабатывает быстро разумеется есть разблокировка по лицу конечно же она присутствует рамочки даже говорю придираться не хочется к этому телефону потому что рамочки конечно большова ты ну это эксклюзив здесь дизайн вот именно дизайном этот телефон и конечно защитой он берет что касается удобства то тут конечно я бы сделал углы более какими-то скругленными потому что когда держишь телефон углы вот в руку вот сюда попадают когда разговариваешь чувствуешь этот угол возможно к этому привыкнешь и может быть и придраться не стоит но я рассказываю вам все как есть по экрану то есть закончили экран вызывает только положительные впечатления он действительно классный и хороший реально классный вопрос вообще никаких по нему нет по корпусу практически вопросов нет кроме того что углы я бы сделал как-то более скругленными но тут решает дизайн то есть его реально разрабатывали делали сделали ни на кого не похожим и мне действительно очень нравится как он выглядит выделиться достать такой телефон и это что никто никто не знает не поймет что это такое это смартфон фини первая версия ю1 прикольно хотя выпускался еще я читал там какой-то за 14 тысяч долларов но как я понял по нему информации я никакой не нашел то ли выпустили то ли выпустили каким-то ограниченным тиражом но этот более если употребимо слово народной наверное туда кнопка включения с правой стороны есть клавиши громкости тоже металлические сделано все дорого и хорошо есть слот двойной то есть можно поставить и две сим-карты либо вместо второй карту памяти что тоже может быть важно для кого-то закончили с внешним видом закончили с экраном по батарее в телефоне батарея 3280 миллиампер час а 845 дракон хорошо оптимизирую напомню смартфон вышел в конце 18 года 855 тогда дракона не было если был сюда бы его поставили воспроизведение видео на максимальной яркости хватило порядка восьми с половиной часов что результат в принципе нормальный если мы говорим о живом использовании включаем все эти 4g пользуемся телефоном но по идее с такой емкости до вечера телефон дожить должен чудес каких-то не будет ну и назвать автономность плохой я не могу что касается производительности то тут qualcomm snapdragon 845 полный порядок под 300 тысяч разумеется он набирает 280 тысяч очков конечно это хорошо смартфон очень быстрый шустрый еще раз повторю тактильные ощущения очень приятные телефонам приятно пользоваться что-то в нем есть такое и не из-за того что это какая-то новинка я тут мне смотрю каким-то другим взглядом другим в отличие от того же samsung а там или sony нет все то же самое взгляд один и тот же но ощущение какие-то тактильные приятные а вот чтобы мне хотелось наверное улучшить если будет следующая версия телефона то это большую переработку андроида потому что хоть и наработает заявляется на sirin os если мы посмотрим о телефоне то мы всего лишь увидим название устройства finny u1 модель версия android 8.1 во-первых нет 9 до сих пор и хотелось бы чтобы они ее обновили то что вай-фай мне подключен обновление пока не пролетали sirin os версия 3.1 на самом деле в чем у это выражается но тут защита есть даже вай-фай сетей безопасность устройства то есть это все постоянно работает хотя ее можно отключить ну я бы честно говоря и не отключался это люди старались разрабатывали пусть она будет конечно же есть криптовалюте тут нужно все это подключить вводить коды но у меня просто криптовалюты нет чтобы вам рассказать отмечу что верхняя часть телефона она не выдвижная на моторчиках ее нужно пальцами выдвигать если руки у вас немножко влажные то сделать это будет не так и просто ну тоже проблем из этого делать не буду она просто механически выдвигается и 3 а вот смотрите как тут красиво все прям вот как в фильмах из будущего о фильмах из будущего и конечно же конечно же телефон по идее его фишка не только в хранении криптовалюты но и в дополнительной защите хотя здесь google здесь так называемый чистый android который сам себя обновляет компания google здесь минимум настроек единственное что здесь есть это можно изменить форму значков какая-то мелочь поставить сверху какой-то сторонний лаунчер у нас взялся я рассказать давайте до конца расскажу экран посмотрим ночной режим спящий режим нет ничего такого чего нет например в том же google пиксели то есть нельзя поменять вот эти кнопочки назад например кнопку назад и список последних приложений но мне кажется это все отходит далеко на второй план потому что телефон возьмут мне кажется две категории людей первое это для тех кому действительно нужен блокчейн смартфон и те кому нужен холодный кошелек телефоне те кто хочет купить и не за самые безумные деньги и вторая категория людей которым просто действительно надоел samsung надоел iphone хочется купить что-то флагманское на флагманском процессоре но вот здесь полный порядок с этим единственное хотелось бы больше какой-то гибкости в настройках которых лично мне не хватает как может быть техноблогеру что касается разъема для наушников здесь его нет предполагается использовать разумеется bluetooth наушники тоже неожиданно что для меня это не стало и камеры по камерам тут полный порядок несмотря на то что их всего две 12 мегапикселей основная и 8 мегапикселей фронтальная качество фотографий я сделал достаточно много разных снимков в том числе и ночных в том числе снял видео кстати здесь нет оптической стабилизации здесь нет и беспроводной зарядки только быстрая зарядка и могу сказать что качество фотографии она довольно таки неплохое ожидаешь от аппарата за 1000 долларов но там за 900 он сейчас продается на данный момент конечно ожидаешь высокого качества она хорошая опять же посмотрите оригиналы ссылки для вас я все оставлю качество видео я не могу сказать что она меня потрясло она не на таком же уровне как тот же samsung снимает там пиксель iphone и так далее но тоже вполне себе нормальная особенно в 4к но сами фотки получаются вполне себе добротными и хорошими вывод по этому телефону еще раз скажу я смотрю на него точно такими же глазами как я смотрю на другой аппарат и повторюсь за эти деньги за которые продают защищенный крипто смартфон его везде называют первый крипто смартфон когда я сделал публикацию что вот мне привезли на тест реально прикольный крипто смартфон первый в мире многие меня поправляли что HTC выпустил но я погуглил этот телефон как я понимаю вышел раньше потому что об этом много пишут что это первый крипто смартфон первый блокчейн смартфон который вышел вышел он в конце прошлого года в декабре 12 года сейчас даже магазин в лондоне уже открыт он то есть продается активно плюс однозначный этот дизайн ну действительно он большой он тяжелый он угловатый у него сверху и снизу большие вот эти подбородки но этот дизайн и мне кажется можно простить ему вот эти недостатки на мой взгляд он действительно угловатый такой брутальный телефон ни на что не похож прикольный второе это то что вы все-таки покупаете все-таки здесь фактически чисто андроид если на эти вещи своими именами серия но с она выражается в нескольких приложениях только которые и крипто и все в основном это просто чисто андроид 8.1 я надеюсь хотя бы до девятки его обновят это очень хорошего качества экран который я очень много подробно рассказал но мне действительно нравится они не пожалели они поставили сюда реально крутой экран ну qualcomm snapdragon 845 даже вот в середине 19 года в июне 2019 когда снимаю обзор он еще вам послужит несколько лет что касается экрана здесь вот есть пленочки я их снимать защитный не стал потому что телефон я этот отдавать буду возвращать я еще раз благодарен ребят всем вам за то что мой канал растет я делаю то что мне нравится рассказываю как есть и один единственный телефон привели в россию необычные выбрали меня ни другой не более крупный канал мне действительно очень приятно при том отмечен никаких условий мне никто не ставил мне просто отдали смартфон я гуглил смотрел но поспрашивал я рассказываю все как есть то есть что мне нравится что не нравится и это прикольно ладно на этом у меня все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид да еще на всякий случай модуль и нс здесь есть знаю многие будут спрашивать модуль и нс в этом телефоне присутствует счастливо